С нами на связи Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик. Дмитрий, здравствуйте, как всегда, вам рады в нашем эфире. Спасибо большое, взаимно приветствую. Я бы, знаете, наверное, разделил все-таки тему условных чувака, не только про Вагнера, думаю, можно говорить, и это правда, это правильно в Российской Федерации, и радикалов, экстремистов, по-разному их можно называть. И все-таки тему экстремизма тоже тут надо делить на два. Это экстремисты, на которых ставит ставку Кремль за границей, в разных абсолютно странах, как ультралевых, так и ультраправых, и экстремисты, которые находятся непосредственно в Москве, непосредственно в разных больших городах. Я напомню, что нашим зрителям, хотя, я думаю, это уже набило оскому, это напоминание, что под приводом деноцификации Путин начинал ту неспровоцированную полномасштабную агрессию против Украины, хотя в самой Москве абсолютно спокойно проходили имперские марши, там, где римское приветствование, это было что-то обыденное. Такое же, как и типичный дождь в Москве. Но, тем не менее, скажем так, почему в Российской Федерации, в России само, кремлевское правительство очень часто ставит на таких вот ультра-радикалов, левых или правых, разницы нет. Пример тому это господин Рогозин, уже бывший-бывший, но, тем не менее, который оставил довольно свой яркий след в российской власти. Ну, давайте сначала мы разберем основные цели. Если мы говорим про финансирование подобных организаций за рубежом, то там самая главная цель, которую ставил Кремль, это раскол Европы. Собственно говоря, раскол Европы позволял Путину, в общем-то, наращивать свое влияние, потому что с какими-то странами Европейского Союза удавалось выстраивать отношения, удавалось поддерживать разные ультраправые, назовем это так, политические партии на разных выборах. И, как вы видите, это было достаточно успешно, потому что, несмотря на войну в Грузии, несмотря на аннексию Крыма, тем не менее, все равно Европейский Союз в целом продолжал выстраивать экономические связи, экономические отношения с Россией, строили «Северный поток-2». Это было все после аннексии Крыма, подчеркиваю. Это как раз и есть результат такого лоббистского влияния всей этой путинской машины пропаганды в Европе уже. И под это дело было создано целое ведомство, которое называлось «Россотрудничество», которое формально подчинялось Министерству иностранных дел, но неформально сотрудничало с такими предпринимателями типа Малафеев, здесь сейчас про бизнес отдельно я скажу, которые финансировали любую такую политическую историю за рубежом. Там было серьезное влияние в Болгарии, Кипр, Болгарии, Германии, Франции. Не секрет, что очень многие европейские политики, по сути, кормились из «Газпрома» или других крупных государственных компаний. То есть, понятно, может быть, это было не в чистом виде коррупции, но это такой был лоббизм. Поэтому на кого можно сделать ставку? Ставку можно сделать только на радикалов, которые выступают за выход из Европейского Союза. Это, в общем-то, то, что было выгодно Путину. Поэтому он именно эти силы поддерживал. А кто может быть заинтересован в Европе в выходе из Европейского Союза? Ну, в основном радикально настроены люди, такие националисты, националистические, ультра-националистические партии и так далее. Поэтому большие деньги, просто огромные деньги на это тратились. Дальше, что касается предпринимателей, здесь тоже для понимания, российский бизнес всегда делился на две части, на две противоборствующих таких группировок. Это партии высоких налогов, сторонники высоких налогов, и партии низких налогов. То есть, грубо говоря, весь бизнес, который, я бы сказал, такой настроен проевропейский, который что-то производит, что-то делает, как-то выживает, это как бы люди, которые платят налоги, они что-то производят и платят налоги. А с другой стороны, есть путинские прикормленные так называемые предприниматели, они, конечно, не предприниматели, они такие, если те налогоплательщики, то это налогоеды, налогопожиратели, то есть это люди, которые, в общем-то, заинтересованы в высоких налогах, на самом деле это анти-бизнес-позиция, потому что они бенефициары распила бюджетных средств. Поэтому Путин расставил своих людей, которые получали деньги за счет, не знаю, участия в разных тендерах государственных и прочих. Они эти деньги, ну, по сути, очень легко получали, выигрывали тендеры, хотя на самом деле никаких тендеров не было, все это было подставное. А потом, обогащаясь, эти деньги складывали, так сказать, все в общий котел, он назывался бассейн, это такие неформальные такая, неучтенная касса, деньги, огромные деньги, которые как раз шли на разные политические проекты, в том числе за рубежом. Поэтому Малафеев, это, конечно, никакой не бизнесмен, никакой не олигарх, это просто вот человек, который, ну, по сути, получает гранты от правительства. Вот, и то есть не надо его путать с остальным бизнесом, потому что, на самом деле, настоящее бизнес-сообщество, это бизнес-сообщество, которое выступает за европейский путь развития, и, я не знаю, ни одного нормального бизнесмена, который бы мог поддерживать эту войну, вот, а вот такие, как Пригожин, конечно, это уполномоченные держатели каких-то активов, на которые финансировалось вот это все движение за рубежом. Вы знаете, что удивительно, вот буквально несколько минут назад, я бы сказала, да, вышла статья на портале журнала Тайм, вот, буквально сейчас, вот, пока мы с вами разговаривали, да, и здесь как раз про эту группу Вагнера большая развернутая статья про ее истоки и, в общем-то, про перспективы того же Пригожина, о них отдельно поговорим. Ну, вот тут говорится о том, что группа появилась впервые в 2014 году, когда Россия захватила Крым и вошла на восток Украины, ну, а далее упоминается несколько тайных военных операций за границей, в том числе в Сирии, Центральной Республике, Центральной Африканской Республике и Мали, ну, еще тут говорится о том, что за период действия этой группы она распространяла дезинформацию, способствовала российскому влиянию за рубежом, ее обвиняют в оказании влияния как минимум в 13 странах Африки, а также в использовании социальных сетей для манипулирования политикой в разных странах с целью заручиться поддержкой Российской Федерации. Ну, и основная цель, как вот уже сказал Денис, по поводу того, что необходимо было расколоть Европу. Мы это все наблюдали на протяжении 9 лет. И вот у меня возникает логичный вопрос. Красивая статья в журнале «Тайм». Признание Европарламентом в ноябре этой организации как террористической. Наконец-то уже и Соединенные Штаты вносят в список эту организацию террористической. Неужели понадобилось всем этим спецслужбам, всем этим органам и структурам целых 9 лет до начала полномасштабной войны в Украине, чтобы понять, что перед их глазами взращивается? И что это взращенное, вот как грибы, может принести огромную, огромный вред, ну... До всему миру. До всему миру, в принципе, да. Мы же уже смотрим... География действия ЧВК довольно широкая. Да, 9 лет понадобилось. Вы можете это объяснить, почему? Скажу честно, да, не буду врать. Я сам до 24 февраля, хоть я и предполагал, что что-то подобное может произойти, но мне казалось, что не может Путин начать войну, потому что это выставило себя в ногу, это приведет рано или поздно к рушению его собственного режима. Поэтому, на самом деле, очень многие люди умные, настоящие эксперты ошибались. И те как раз политики оппозиционные, которые там били тревогу и говорили, что вот Путин начнет полномасштабную войну, воспринимались как, знаете, такие алармисты. Поэтому, на самом деле, ошиблись очень многие. И когда я был в Киеве в феврале, еще прошлого года, я уехал 4 февраля, а до этого я ходил на разные дебаты, на разные шоу телевизионные, общался и с украинскими многими политиками, экспертами. И там тоже многие считали, что, в общем-то, Путин блефует, шантажирует. То же самое мне говорили действующие российские депутаты, чиновники, которых я встречал до войны. Они говорили мне, Дима, ну неужели ты думаешь, что Путин совсем, извините, чудак на букву М? Нет, это он пытается таким образом заставить Запад либо снять какие-то санкции, либо просто заставить, чтобы с Путиным начали хоть какие-то там переговоры, посадили за стол переговоры. То есть, с одной стороны, да, им понадобилось 9 лет печально, что это привело к этой войне. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что до 24 февраля сложно было вообще себе представить, что такое возможно, да, так же, как и до 14-го года. Мне было очень сложно, так сказать, поверить в то, что Россия аннексирует Крым. Ну, то есть, понимаете, мы же рассуждаем с позиции как бы нормальных людей здравого смысла, вот, а в голову к Путину залезть достаточно сложно, там, да, там, наверное, психиатры нужны были. Поэтому все эксперты и рассуждали с позиции здравого смысла, я думаю, так же и европейцы рассуждали. Так вот, возвращаясь к вашему первому вопросу. Значит, цель номер один – это финансирование радикалов в Европе для раскола Европы. Но цель номер два – это то, что я не договорил – это финансирование подобных структур типа ЧВК «Вагнер», типа, там, Кадыровских вот этих всех структур для выполнения разных спецзаданий за рубежом, за которые российское государство, ну, не могло взять ответственность, да. Ну, то есть, если нужно кого-то тебе ликвидировать за рубежом, ну, ты же не можешь это делать от имени государства, тем более, если ты ведешь с разными европейскими странами какие-то, какой-то бизнес, какие-то там у тебя проекты или там «Северный поток» строится. Вот, поэтому всегда можно сводить на какой-то ЧВК «Вагнер», который не зарегистрирован, неофициально, и Пригожин часто прятался и даже судился с «Эхом Москвы», я помню, когда «Эхом Москвы» опубликовал информацию, что за ЧВК «Вагнер» стоит Пригожин. Но обратите внимание, там был суд, и Пригожин подал в суд, мол, это не я, значит, вы оклеветали меня, и даже этот суд выиграл. Кстати, он сейчас продолжается. Вот теперь он уже ничего не стесняется, а до войны все не стеснялись, и ровно для этих целей, чтобы кого-нибудь там ликвидировать, чтобы отправить какую-то частную армию в Сирию потренировать. Это все делалось как бы не от имени государства, чтобы Путин имел возможность всегда сказать, ну, это не я, ребята. Да, у нас есть всякие экстремистские организации, мы будем разбираться, но никакой команды со стороны Кремля, со стороны администрации президента подобное организовать не было. Ну, и поэтому такие организации, такие структуры кого-то ликвидировали за рубежом. Ну, то есть выполняли всю грязную работу. Я напомню, что вот вагнеровцы недавно распространили ролик пропагандистский, в котором призвали американцев вступать в ряды ЧВК, чтобы воевать против Украины. В ролике обращаются к бывшим военнослужащим Соединенных Штатов Америки, которые хотят видеть Америку снова великой. Great again. Напомню, эта фраза активно использовалась Трампом, предыдущим президентом США во время избирательной кампании 2016 года. Мага, это даже такое движение было на территории США, но не о господине Трампе сейчас. Видео также использованы кадры с военнослужащими США, российской регулярной армии и наемниками Вагнер. На продолжение темы частных военных кампаний, как российских, так и других. Как мы знаем, во всем мире, в принципе, это на продолжение темы вопроса Ксении. Почему-то не было возможно такой жесткой реакции, хотя, если можно вспомнить о ситуации в Сирии, как США передали привет Пригожину и Вагнеровцам, ну, это был жесткий ответ. В мире есть определенный такой уровень толерантности к частным военным кампаниям. Давайте не будем лукавить, в некоторых странах есть запреты, в некоторых странах есть словное разрешение. Я вот буквально пару дней тому назад встретил мнение, оно, в принципе, распространено. Одного из военных аналитиков Российской Федерации, который писал его в ответ на признание со стороны США вагнеровцами как террористами. Так вот, а чем условная Блэк Уотер, частная военная кампания, которая была создана в 1997 году в США, она отличается частной военной кампанией Вагнер, которая была создана, ну, не так давно. Чем отличаются те военные кампании, в которых участвовала Блэк Уотер на нынешнее время, Акадами, если не изменять память, она называется. И чем отличаются деятельности Чивака Вагнера? Как в США могут осуждать вагнеровцев, когда имеют под своим боком Блэк Уотер, бывший Блэк Уотер, нынешнюю Акадами? Давайте проведем тогда сейчас параллели. Для тех людей, которые, возможно, запутываются в этих, в этой паутине пропагандистских месседжей. Ну, это примерно чем отличается кувалда, которая, я не знаю, применяется в строительных целях, там, не знаю, или молоток, которым гвозди забивают, да, от кувалды, который голову расшибает. Вроде как бы одна и та же кувалда, да, но просто цели разные. То есть это инструментарий, да, вы можете его использовать в одних целях, можете использовать в других целях, да, если набирают откровенных бандитов для убийства мирных граждан в других странах в Украине, ну, это, значит, преступные цели, да, если частная армия занимается, не знаю, вызволением из каких-нибудь, там, с какого-нибудь плена независимых журналистов, да, это совершенно другая цель. То есть, ну, здесь нет смысла инструмент ругать, да, он может использоваться в разных целях. Поэтому вот, темы отличаются, да, один инструмент от другого, вроде бы, внешне это все похоже, и также это организовано, там, в рамках закона о создании, грубо говоря, частных армий таких, а просто цели у них разные, целями отличаются. Еще чуть-чуть, да. Дмитрий, в конце еще также, вот эта тема, вот Ксения вам сказала, это пригожинское пребывание, вот давайте конкретно этого человека возьмем, в среде политикума Российской Федерации, пророчили Пригожину, чуть ли не место Путина в случае какого-то определенного, определенных движений в Кремле, то, что именно такой радикал может сесть вместо президента Российской Федерации, ныне же между участием его боевиков в войне против Украины и, хочется сказать плохое слово, но не буду говорить, ссорами, вот так скажу, между Министерством обороны Российской Федерации и ЧВК Вагнер, не прослеживается, знаете, какая-то перспектива у Пригожина, вот остается он на одном месте. Я могу просто сейчас добавить из той же свежей, потому что она свежая, статья еще раз напомню, несколько минут она появилась, тут как раз пишется о том, что возросшая известность Пригожина сделала его более уязвимым для критики, теперь ему нужно постоянно демонстрировать свою эффективность в военном отношении, снова и снова добиваться успеха или хотя бы видимости, ведь любое поражение может привести к потере Путиным благосклонности, а учитывая его конфликт, про то, что ты говоришь, с большинством высокопоставленных лиц, которые терпят его только по указке президента, это было бы катастрофой для Пригожина. Это прямая цитата. Тут хот-догами уже не накормишь, да, Владимир Владимирович, а и другими блюдами из его бывшей компании. Так вы видите вот перспективу, собственно, или на месте стоит господин Пригожин? Простите, все странное, непонятное, удивительное становится мемом, быстро очень, в социальных сетях, в СМИ. Ну, в общем-то, Пригожин, следующий президент России, это такой мем. Это как у Медведев, который угрожает ядерным оружием и, значит, не знаю, стучит каблуком на какой-нибудь парламентской трибуне, это тоже мем. Да, за этим мемом нет никакого смысла совершенно, абсолютно. Но он просто хорошо распространяется, поэтому мы это обсуждаем. Вот, значит, давайте сразу признаем, это мем, никакого Пригожина в кресле Путина не появится, это просто невозможно. Никто его не поддержит, сил у него для того, чтобы прийти к власти, тоже нет, он абсолютно подконтрольный Путину человек. Вот просто на 100%. Завтра Путин забудет фамилию Пригожин и через некоторое время и мы забудем эту фамилию. Вот это так работает. Значит, для чего Пригожин нужен Путин? Для того, чтобы немножечко осадить руководство Минобороны. Да, для того, чтобы создать некую конкуренцию, некую внутреннюю борьбу, для того, чтобы вокруг Путина не сформировалась какая-то политическая фигура, на которую элиты могут сделать ставки, а Путина могут, не знаю там, что с ним в бункере сделать. Вот. И Пригожин мочит Шойгу, значит, Медведев, там, не знаю, Медведева мочит тоже Пригожин, потом Шойгу создают Патриот. Вот они, понимаете, друг с другом борются на радость Путину, который потирает ладошки, думает, ну как хорошо, я их всех развел. Но при этом еще есть политическая проблема, потому что за 10 лет пропаганды, конечно, в обществе появилась какая-то прослойка таких ура патриотов, радикалов, которые жертвуют войны, Великой империи, все такое. Их, я думаю, ну там, максимум 8-10%, максимум. Вот прям таких, которые готовы там прям вот, знаете, с пеной у рта доказывать, что Россия Великой империи, она должна распространять свое влияние в мире. Значит, если их уже такое количество, значит, в какой-то момент они потребуют политического представительства, совершенно очевидно. И если не дать этим людям политического представительства, то это значит получить на улицах среди протестующих людей, которых никакими там ОМОНовскими дубинками не испугать. Это радикально настроенные люди, которые в ответ возьмут кувалды. И значит, если ты не можешь победить такую политическую силу, тебе надо ее возглавить. И крайне важно, чтобы ее возглавил абсолютно лояльный тебе человек. Вот идет кастинг. Вот Рогозин, например, который, в принципе, всегда занимал такую политическую нишу, но, насколько я понимаю, по социологии есть вопросы, сможет ли он быть представителем, смогут ли такого человека поддержать. Насколько я понимаю, у него проблемы серьезные. Дальше пытаются сейчас раскручивать Пригожина, поскольку он вроде бы по стилистике, по харизме, он в принципе подходит на эту роль. То есть, он может как раз таким людям нравиться, а остальных-то он пугает при этом. Большинство людей он пугает, надо понимать. И вот получить такого лояльного в парламенте, я вот думаю, какой план в Кремле. Вот приходит Пригожин во главе этой партии войны, проходит в парламент и делает то, что нужно Кремлю. Знаете, как Жириновский, он представлял либерал-демократов. Или Зюганов он представляет сейчас коммунистов. Или Миронов представляет социал-демократов. И какой-то там Нечаев, не помню имя даже, представляет либералов сейчас в парламенте. Это все декорации. Декорации для того, чтобы показать, вот видите, ваши представители есть в наших рядах. Вот вы проголосовали за своих представителей, пар выпустили, протесты нивелированы. Ну вот, клоуны сидят в Государственной Думе и изображают из себя политиков. Вот. Если будет не Пригожин или вообще какой-то нелояльный Путин человек, но может быть условный стрелков этот Гиркин. Ну, фанатик, да, который в какой-то момент развернет эту политическую силу против Путина, и тогда у Кремля будет огромный проблем. Я думаю, что вот такая роль максимума, на которую может претендовать Пригожина, то если этот кастинг пройдет. Просто он настолько сейчас напугал, насколько я знаю, российский эстеблишмент, особенно вот этим случаем с Кувалдой, вот, что многие считают, что если поставить на Пригожина, то в какой-то момент Пригожин может выйти из-под контроля. Поэтому у него сейчас в этом смысле проблема, а не в том, что он там стал невероятно сильным и сейчас пойдет против Путина. Нет, конечно. Наверное, много из представителей так называемых элит нынешних, они с оглядкой смотрят на условные 40-50 тысяч наемников, которые за господином Пригожиным, не знаю, за Пригожина ли, но за ним, по крайней мере, по состоянию на сейчас стоят. Некоторые из них заключенные, некоторые из них профессиональные военные, не забываем о тех, которые ныне находятся в ЦАР, в Мали, в других расположениях, там находятся профессионалы, все еще находятся. Но тема широкая, Дмитрий, вам спасибо за то, что... Если есть минутка, вторая тема, о которой поставили Пригожину, это просто освободить тюрьмы от ненужных людей, отправить их на войну, освободить для будущих политических заключенных, которым нет места сейчас в тюрьмах. Это вторая роль, которая не обсуждается, но вот он ее выполняет. Спасибо вам огромное. Дмитрий Гудков, напомню, был с нами на связи, российский оппозиционный политик.